Всем привет! Сегодня готовлю турецкий десерт мухаллеви. Это что-то типа молочного пудинга. Что нам для этого надо? Молоко 1 литр, 100 грамм крахмала, стакан сахара, 2 ванилина и ложку сливочного масла. Итак, начнем. Смешиваем крахмал с небольшим количеством молока. Перемешиваем, чтобы убрать все комочки. Крахмал лучше взять кукурузный, с ним получается нежнее. Но если нету, то можно и обычный картофельный взять. Процеживаем на всякий случай, чтобы не было комочков. Добавляем оставшееся молоко, сахар, ванилин, перемешиваем, ставим на плиту и варим, пока не загустеет. По консистенции должна напоминать, как заварной крем или густую сметану. Итак, перемешиваем, не прекращая. Огонь должен быть средний. На максимальном огне он пригорит и будет вкус нехороший. Вот, чтобы не приставало ко дну, все время перемешиваем. Добавила вот сливочное масло, когда уже масса наша загустела. Как только растворится масло, убираем с плиты. Разливаем по формочкам. Можно взять каким-то пиалы, можно взять бокалы. У меня сегодня вот такая форма для кекса. Лучше, конечно, взять силиконовые формы. С них доставать легко. Если, конечно, вы планируете доставать и как-то украшать его. Выкладываем внутрь печеньки. Печеньки могут быть любые. У меня вот обычные юбилейные печеньки. Можно взять шоколадные. Кто любит шоколадные печенья. Но делать это надо быстро, потому что масса быстро загустевает. И очень сложно втыкать потом вот эти печеньки внутрь. Печеньки я разломала пополам. Половинки как раз вот хватает. Дальше ставим в холод как минимум на 5-6 часов. Я поставлю на ночь. Лучше с вечера сделать, на всю ночь оставить в холодильнике. А утром уже или днем подавать. Итак, глазурь у меня. 100 грамм сливок. Даю закипеть. Как только закипит, снимаю с огня. Добавляю плитку шоколада. Здесь у меня одна плитка шоколада. У меня молочный. Можно взять горький. Кто какой хочет. Перемешиваем, пока шоколад полностью не растворится. И не загустеет наша масса. Дальше даем остыть до комнатной температуры. Горячим нельзя разливать на холодный пудинг. Вот он у нас уже, я достала. Красивый такой. Печеньки даже видны. Вот если вам видно, печеньки наши коричневые видны внутри. Просвечивают. Поливаем сверху шоколадом. Можно заменить шоколад каким-нибудь фруктовым сиропом. Вот так он выглядит у нас в готовом виде. Ну, я решила добавить еще шоколада. Шоколада много не бывает, как говорится. Сейчас покажу вам в разрезе, как он выглядит. Он по консистенции, как будто там есть желатин. Он очень похож и по вкусу, и по консистенции на панакоту. Ну, почти одно и то же. Вот он внутри какой. Ну, все. А я пошла пить чай с мухалеби и смотреть турецкий сериал. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока.